Всем привет, друзья! Поехали, в общем, дело у нас сегодня Сейчас Матвея с собой берем Будем его фотографировать Надо На разные документы, наверное, штук 12 фотографий надо делать Давай на Ванбрис заедем В общем Такая вот ерунда И на медосмотр Его вдруг неожиданно вчера пришел вызов Что спортивный медосмотр Его направляют во вторник Уже и как бы там нужна опять выписка Из карты, сейчас попробуем в детскую заехать Если педиатр есть, может сделать нам эту выписку Если нет, то в понедельник Это вообще прямо Кровь из носу, как говорится, придется брать Срочно-срочно, если получится В общем, не знаю Что-то так прислали в последний день, так сказать Ну это вот тренер областной прислал В бонном направлении, чтобы Пройти этот медосмотр опять На доступ Ну, как он называется Допуск К соревнованиям В общем, ладно Поедем сейчас Потихоньку все дела эти решать Потом за комбикармами уже Так, ну что Едем мы уже с привоза Ну и что там Нужно, а там Проезды Ну в общем, сначала ездили в больницу В принципе, удачно, я считаю Потому что Дежурный врач сидит И она Он, вернее Это мужчина был Врач Этот Имеет право, видимо, выписывать Справки Я ему как бы все Подала эту бумагу Выписку нам сделал Короче Из карты И сейчас можно спокойно На медосмотр ехать Надо только все остальные Документы раскопировать Там надо даже с НИЛС По-моему Надо, в общем Кучу документов Еще раскопировать надо Остальное это все есть Вот Сейчас еще Баночки для анализов Надо купить Тоже для этого И для этой медкомиссии Короче Ай Я забыла В аптеке была В аптеку потом ходила Ну вот забыла Так вот Что еще Куда мы еще ходили Да и все Корма опять нету Коровы Ну корова у нас С запасом взята Поэтому пока не стали Другой корм Другого производителя Брать Но Богдановича Опять нет Потом что мы Лак зашли Купили Чтоб Матвейной Поделки покрывать Вроде бы Что-то он там делает Да говорит Вроде маленько Разобрался Но какой-то ремень Надо заказывать Я вам говорила По-моему вчера Говорила Эту информацию Потом в Доброце Зашли Взяли стиральный Порошок там И Эта самая Салфетки Мне на кухню Надо было И губки Всякие Вот такую Всякую Штуку Штуку такую Набрали Короче То что надо На кухню Мне Вот Сейчас заедем Быткомбинат На фотографирование Фотографии сделаем Если все Это Если там нету То в принципе В магните Рядом Тоже делают На документах Фотографии Так что я надеюсь Что сделаем Вот И останется нам заехать Или в магнит Я схожу Надо кошкам Корм еще взять Ну кошки У нас собаки Выедят Я говорю кошкам Собаки тоже Выедят Иногда Вот Потом какая еще История Хотела вам рассказать Про диву Да Она у нас Две недели Короче Хрюкает И хрюкает Как будто у нее Насморк И действительно У нее как бы Насморк такой Вот Но видимо Аллергический был Потому что Корм я им купила Дорогой Короче корм В этот раз Брала Пакетик И он Ей видимо Не зашел Аллергия возникла А мы то И понять сразу Не могли А она потому что Особо корма Сухие не ест Вот эти Ну Камушки Как мы их называем На всякий случай Ставим Иногда Нюша Она больше Она ест Как бы Сухие корма А дива Она как бы По головкам Мастер Она больше Любит головки Она прям их ждет Вот Может утром Головку съесть Вечером Головку съесть В общем Ну вообще Летит это Пыль летит Светет Ну Тополин И пух Сейчас летит везде Вот И это Короче говоря Вчера Позавчера Ей уже сменили Корм Уже доперли Что что то не то И все Она у нас Слава богу Больше не Сюда еще Не кашляет Надо же Вмогнуть Чтобы Давай Стань день Посередине Вообще Вот так вот Так что Имейте ввиду Если собака У вас зачихала Это может быть Аллергия на корм Видимо Не зашел он ей Так что Сейчас Сменили Не будем Больше такой Давать Да ей бы лучше Вообще Головки бы ела И все Нет ведь Тоже видать Присоседивается Но я и сама Увидела Что она Грызет эти сухарики Поэтому и догадалась Что у нее на это Аллергия наверное Вот Ну все Пошли мы Ну и в общем С этими фотографиями Слушайте В один пункт заехали Написано Что сегодня Завтра не работают Во второй пункт заехали Она говорит Они тоже сегодня Не работают Все на отдыхе Говорит Я говорю Понятно Но она мне хоть Подсказала Там сидит соседка Она очками торгует Она говорит Они еще Говорит на станцию Автостанцию съездить И там могут Сделать вам фотки Ну короче Сделали Наконец-таки Сделали 10 штук 3х4 Вот тут вот Там еще второй лист Такие вот Матовые они Цветные типа Ну у него черненькая Все Одежда черная Ну пусть будет Такая контрастная Фотка И это 600 рублей За 10 штук Взяли В принципе Вроде бы Нормальная цена Так что Вот так Удачно Все-таки Получилось Хоть и 3 места Объехали Но третье Повезло Ну ладно Сейчас мы заедем Еще кошки корм Не смогла купить В магните Заходили в магнит Взяли квас Потому что В чижике Вчера Алюша ходил Кваса нет А ребятишки Квас просят Я еще Все еще Свой не могу Никак сделать Нормально Не получается Сухой бы квас Купить Я бы давно Сделал Но никак Суходи делают Что он у меня Не хочет бродить Никак То ли хлеб Не тот Пошел Сухой квас Квас бы купить Где-то Не могу найти Пока Не знаю Может чижики Кстати спросить Да А слушай Фермеры Может по этому Делают Спросить Ну в общем Вот так За квасом Ходила А кошачий Корм Там не тот Не едят Наши кошки Такой Ну как бы А которые едят Тот по цене На 7 рублей Дороже Чем в чижике Так что Пойду в чижик Зайду Все равно По пути Сейчас газетки Надо забрать Ну все Ну все В нашем районе Уже едем Домой Матвей устал Говорит Жарко У вас в машине Так Ну что Друзья Вроде у нас Маленько Жара Начала спадать Смотрите Небо Как затянуло Обещают нам Аж грозу Не знаю Вон Алеша Ходит Что-то делает Сейчас посмотрим Что он там делает Обещают грозу Предупреждение МЧС Было Что будет Сильный Ветер Ну местами Опять пишут Местами Смотрите Какая красота Какие Звездочки Яркие Этот Расцвел Вот этот Ирис Вот Смотрите Какой большой Фонарик У Физалиса Видите Что ты делаешь Купается Ты им подстилил Новое Вот Так что Сейчас Гости уже У нас все были Сначала Деда Паша С Бабалюси Приезжали Посидели Вот Видите Как он укладывает Сейчас Мешает Коровий Куриный Маленько Чистит Ундюков Да это Опрыскала Вчера Вот эти Бедные Скрутились Все тли Вот Деда Паша С Бабалюси Были Потом Приехал Племянник Наш Арсений Тоже Наверное Часик Погостил Поэтому В общем Отдыхали Сидели Болтали С ними Да Град Это бы не хотелось Пишут Главное Крупный Град Будет Представляете Что-то Не хочу Я Чтобы Моя Капусту Красивую Побила Так Видите Смотрите У меня Полгриды Прореженные Морковки Полгриды Еще нет Непрополота Так Жарко У всех Рты Открыты А Вот Вы Где О И правда Купаются Прибалдели Ага Все Им Наверное Не так Жарко Вопили Так Купаться А ты Че Не Купаешься Петь Может Какие-то Бложки У них Есть Хотя Я Не Замечала Бложки Вожки Как думаешь Или просто Они От удовольствия Наверное Не знаю Ну любят они Это дело Вопили Это Свеже Чистят Но они Чистят Перья Они же У них Все равно Ведь Мараются Где-то По Метам Завараны Где-то Что Одна Зарылась Другая Зарывает Лапами Кошмар Кошмар Так А третья Вообще Пошла По головам Ой Балдеет Ну надо же Кулемы Кулемы Старенькие Уже Такие Забавные А вот Молоденькие Да Кто тут Молоденький Фадей Все переживает Что Петуха Нет Это Хвост Хвост А Я Сказал Что Ты Ему Выдрал Да Я Шучу Я Сказал Куры Ему Выщипали Но На самом деле Ты За Хвост Ловишь Тут Бегаешь Уходи Уходи Ты Этим Ты Этим Подсыпал Они Просто Кроются Да Они Живут У нас Друзья Как Богачи Какие-то На Комбикорме У них Подстилка Из Комбикорма А Петух Какой Смешной Правда Без Хвост А С Жопкой Скруглой Ой Петя Петя А Где Ты Хвост Потерял У него Гребешок Такой Знатный Стал Эти Сережки Или Как Они Брылит Эти Молодцы Эти Курочки Ник Браун Который Лебраун Ник Я Опять Забыла Они Хорошо Нести Стали Сегодня Правда Яичко Одно Снесли Знаете Какого Размера В стопочку Маленькую Влезло Как Гороха Два Наверное Два Гороха Такой Размер Ой Да Ты Петь Умеешь Что Ты Кричится У Меднями Ну Че Ты Устал Что Нет Смотрю На свою Работу Да Вот Так Вот Видишь Как им Нравится Частота Почаще Надо убирать Если тебе Нравится Любоваться Не Была Опила Не Была Это Поэтому Не Убирали Ждали Ну Че Проходил По Картошке Колорадо Смотрел Нету Колорадо Слава Я Тоже Ходила Это Позавчера Было Так Ну Ей Жарко Картошки Тоже У нее Что-то Вижу Что Листики Некоторые Прям Такие Вяленькие Шимола Свидится Че Кажется Спелая А На самом Деле Внутри Раскусишь А она Зеленая Там Хима Сейчас Тоже Принес Это Не Мои Любимые Канатки Видите Они Насколько Позже Они Еще Это Хотя Вот Это Вот Это Тоже Канатка У меня Видите Вот Они Есть Явлотки Есть Тут Видимо Подпорченная Какая-то Что-то Ее Как будто Клюнул Кто-то Так Она Это Уже Чернить Начала Еще Зеленая Это Мягкая Это Вот Скажите Мне Как она Называется Бореал Бьюти Вот Как Она Такая Сердцевидная Ягода Будут В общем Есть Ягода Но Еще Так Сказать Недозрела Это Дозрела Или Недозрела Это Вот Кусты Друзья Мои Все Вот По Этому Участку Видите Какие Здоровенные Есть Некоторые Все Вот Эти Кроме То Считай Сколько Я Не Знаю Вот Этот Ряд Вот Так Вот Потом Вот Так Вот Это Потом Пошли У меня Тут Канадцы Не знаю Сколько Штук Раз Два Три Наверное Четыре Или пять Кустов Канадок Вот Эти Вот Сидят Короче Этот ряд Можно Выкинуть То есть Вот Там Там И Потом Пошел Вот Этот Весь Весь Вот Этот Ряд Это Все Из Семян Я Вырастила То есть Ягодку Сырвала Посеяла Не Не Сырвала Я же Заказывала Не Неважно Из семян Все равно Расщепление Будет Даже Если Вы Сорвете Со Своей Короче Вырастают Все Разные То есть Видите Считаем Одни и те же Можно сказать Семена Были Но Некоторые Ягодки Выросли Вот такие Здоровые И Сладкие Некоторые Выросли Тоже Крупные Но Горькие На Варенье Только Вот А есть Которые Выросли Найду Не найду Сейчас Этот Куст Короче Есть Очень Мелкие И При этом Не Вижу Этот Куст Короче Есть Мелкие И Очень Сладкие Прям Притерно Сладкие А есть Мелкие И Горькие А есть Как Вот Это Сейчас Попробую Знаете Какой Вкус Горько Сладкий Вот Верите Нет То есть Он Вроде Бы И Сладкий Но Что-то Какая Горчинка Отдает Это Все Расщепление Поэтому Семенка Досеете Вы Никогда Не узнаете Что У вас Получится Но Мне Все Рано Все Нравится И Горько У меня Уходит Варенье Вкуснее Из Горькой Чем Сладкой И На Коктейль Собираю Просто Когда Идете Собирать Эту Ягоду Надо Помечать Баночки Допустим Сели На Куст Попробовали Ага Это У меня Сладкий Значит Буду Замораживать А этот Горький Попробовала Я Его Собираю В Баночку И Эту Баночку Помечаю Что Это Горький И Потом Просто Прихожу Домой В Кастрюлю И Варю Варенье Из Горькой Ой Вот Так Вот А я Вам Сейчас Покажу А я Вам Покажу Сейчас Как У меня Не Всходит Базилик Который Посажен В Это В Ров Смотрите Опа Кто Говорил Что Нельзя В Ров Кто Ну Кто Вот Он Весь При Этому Я Ему Даже Еще Ни Разу Не Поливало Весь Зашел Тут Взалеке Там Тоже Зашел Такой Черный Главное Его Даже Не Видно Земли Короче Вот Так А при Том Что Я Его В Ров Посадила Мне Писали Нельзя Ни В На Вот Работать не могу Вот она, которая мне пришла из Симферополя Как она называется Это я уже забыла Вот которую я в обзоре показывала Сколько ягодок она уже сделала Но это видимо потому что фриго Я думаю Потому что корень был у нее Уже большой И она сразу ягодки дает Вот чем хороша вот эта ягода фриго Что это как бы не Сколько лебеды Сколько лебеды На гряде с ягодой Я даже вам показывать не буду Как она нарастает Слушайте я водка сила Это же ужас Смотрите бабочки белые залетали Вот гаденышки такие Опять косить надо Видите да сами Зато меня радуют салаты Они уже большие Это качаный салат Типа айсберг Хрустящие и вкусные Смотрите они какие классные становятся Класс-класс Бабочки летают Сейчас они до капусты долетят Но им нравится больше всего Вот этот лук Он же сейчас цветет Вон она Эти сидят на цветах Вот они С травой у меня тут все Ладно Полоть не переполоть называется Все лето можно ходить полоть Главное чтобы росло Так ну что проверять Пошла я собственно Мои тыквы и кабачки Ух ты батюшки Вышел кабачок Один два Теперь вот это жду Никак не хочет Никак не хочет расти Так тут опять у меня Ох они все аж уши повесили Поливать надо опять Вроде и перетененная Это видите редиска уже какая большущая стала Ну поливать надо Ладно Поняла Сейчас вот маленькая жара Пойдет Пойдем по теплицам поливать Так Это у меня гряда все И наконец засадила Вот это все Тыковки будут Если взойдут Я же сегодня не удержалась Я сегодня в магазине это была У Зои взяла еще тыкву Я говорю Что-то у меня тыква Горю плохо всходит Давай говорю еще это Возьмем семян Тыквы На всякий случай Другого производителя Будем ждать У меня здесь смотрите Нажималась в перемешку С ромашкой И она тоже уже начинает Она тут палочковая Вот такая А вот эту я Помните Это я с зеленым Черенкованием делаю Я вам ролик снимала Года сколько Два или три назад Вот на этом месте Помните Пластмассовый короб ставила И зеленые черенки делала Вот Это один из выживших Я его ставила здесь же И расти И он у меня вот так вот Вырос прям под яблоник Вот этой Ничего Сладкущий Потому что он повторяет Я же с лучших Куст убрала Зеленые отводки Да он повторяет Материнские Призывки Вкусный Сладкий Ой Жималась Хорошая ягода Все таки Я сегодня купила же Бабушка просила Говорит Купи ребятишкам Лоточек клубники Купила Ну что вы думаете Пластмассовый В рот В рот Нарвит Ай Всходи Надя Сходи Надя Один Второй Причем Они такие смешные Смотрите Это от жары Наверное Они такие Кудрявые Два ковачечка Взошло Все таки Все таки Идет Процесс О Здесь тоже И здесь тоже Вот зашел Так Кто меня еще порадует Полить надо И все Пройти Полить Нет Что-то больше не вижу Вот один тут И второй рядом Зашел И все Так Меня еще здесь Сейчас покажу Так У меня здесь фасоль зашла Смотрите Вот она Одна Вторая Вон там Третий Значит она какая-то Уродливая И вот здесь Фасоль зашла А вот там Молчит Видимо Не это Негодные Семена Ну вот Так что Эту фасоль Я хочу Вот к этим Веткам Привязаться Потом Не опустить Это вьющееся Здесь тоже Цесточек Раствел Здесь вечерница Там тоже Куст Вечерница А вот тут Я вам какую Красоту Покажу Это у меня Васильки Люблю я их Не убираю Не выкашиваю Нравится Вот эти заросли Куртина Такая Это у меня Гортензия Она плоскими Корзинками Цветет Не очень Мне нравится Как цветет Но как бы Не очень такая Себе Нарядная Она как Знаете Метельчатые У нее корзиночки Плоские Ну ничего Кустик Так Семь 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 Вот А там У меня Опа Вот такая Вот сидит Которую В букет Это ставят Как она Называется Аспарагуф Или как Как-то Называется В общем Кстати Вот это Липа У нас И она Цветет По-моему Будет Посмотреть Но мне Наверное До нее Не достать Бабушка Говорит Давай Липовый чай А как Мне ее Если только Срезать ветку И обобрать Не знаю Высоко Она Заложила Так что Вот так Потихонечку Все-таки У меня Сходит Так И кабачки Не знаю Может быть Дождусь дождя Может после дождя Они поактивнее Выскочат И не придется Досаживать Либо все-таки Взять Замочить Штучек Пять Тыкв И кабачков Столько же И все-таки Прорастить дома Лубочка Моя Тоже Потихоньку Вот эти Карликовые Цини Видите Они Какие Низенькие Бархатцы Петуни Что Плохо Развивается Здесь Не знаю Вот такие Беленькие Вот такая Ничего Пока Видимо На жару Не шибко Торопится Вот Я вам Еще Дыни Не показала Сейчас Покажу Вам Ворота Должна Быть Полноценной Давно не хотели Да О Слышите Трава Как под ногами У меня Шуршит Потому что Ее Вот эти Много Кошмар Вот У меня Дыня Это Дыня Это Дыня Это Дыня А это Уже Огур Дыня И это Огур Дыня Короче Они все Взошли Под вас Сеяло Все Под вас Зашло Не знаю Что делать Буду Или буду Просто Выкидывать В долю Или что Или Может Пересажу Вот Например Арбуз Посадила Пока Не вылазь Здесь Так И не Вылезет То Посажу Туда В этот Корыце Дыню Вместо Арбуза Тоже Нормально Будет Наверное На улице Вот Малинку Ждем Тоже Скоро Эти Завязывает Уже Ой Надо Все Привязывать Я не знаю Когда я Устревать Буду Сейчас Я пошла Вообще Ковер Постирать Но Думаю Сиду Сейчас Будет То ли Уж Выстирать Пусть Ой Не знаю Вот Тут У меня Тоже Это Повыскакивало Видите Кустовая Фасоль Моя Которую Я вам Снимала Вот Вот Тут 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 Две Штуки Сразу Тут Одна Одна Тут Сидят Не хотят Не знаю Тут 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 Вроде Все Зашли Лунки Короче говоря С пробелами Но это Нормально Ее Подсаживать Не надо То есть Если У вас Подвес Зашло В лунки То Фасоль Лучше Не пересаживать Потому что Она не любит Задохнет Особенно В жару Не надо Я Рассаживать Ну не знаю Я так это Понимаю Что она Не очень Это любит Вот Все вроде Показала Более Менее Анна Пойду Я коврик Все таки Постираю И буду Ждать Дождя Хочется Чтобы Все таки Он полил Я не хочу То сказать С леками Подождем Маленько До вечера Если уж Вечером Мне Это О Маша Взошла Маша Взошла Как вы меня Сегодня радуете Вы меня Сегодня все Радуете Смотрите Машенька Взошла Все таки Все Все огурчики У меня На месте Ура С огурцами Хоть Ой А эти огурчики Потихонечку Рвем Вот так Вот мы Каждый день Приходим И рвем Один Второй Тут паук Смотрите Что сделал И он сидит Теперь Он сделал яйцо И сидит На этом яйце Я ему Это Говорит Ты тут Не место Нашел Я ему Вчера Давай поливать Это его яйцо Нет Он все равно Сидит Вот это Мамка Какая Видите Она высиживает Она все время На этом яйце Ладно Думаю Бог с тобой Посиди Раз что Его тут Гнездо себе Сделала На листике Прям Сиди Мамаша Так Сейчас еще Ух ты ж Батюшки Ох Вож Скривила Забыли Про него Сейчас Принесу Домой Обрадуется Они так любят Огурцы все Фимка вообще любит Так Сейчас проверим Так то каждый день Поливать сейчас стараюсь Ну вот Но и плоды собирать надо Потому что Желтеть начинает Когда не увидишь плод Он начинает Лежать там Зреть А остальные Огурчики Просто скидываться Желтеть начинает Сейчас в принципе Они кстати Маленько желтеть Видимо не опыляются Из-за жиры Есть Скинутые Так скажем Огурчики Желтенькие Фу Ладно Пошла Не буду тратить Ремень Мне вот эта Прям больно нравится Ну такая активная Самая активная Из михпетуни Наверное Ой белые бабочки Вот эта тоже Тоже активистка Ой Прополим активистку Да Так вот Я не знаю Может если бедой лучше Так вот А гортезия Все Я же говорю Вот обидно Когда они цветут И Жара стоит Видите Уже все На солнце У нас спекается Так вот Так А мешки Мы еще с вами Не посмотрели мешки Это вы смотрите На солнце Какая Она прям здоровая Она видите С моей рукой Сравниваете Она прям здоровая Она Я не знаю сколько Привет С Нюшенькой Сравниваете Нюшенька Привет Нюшенька Такая смешная У нее свои вечные дела Деловая Идет Куда-то Сейчас мы Пройдем к мешкам Так Ох Крапива подрастает Скоро К мешкам Не подойти Будет Так В мешках Этот пустой Не знаю Что будет Этот с огурчиком Этот пустой Этот с двумя огурчиками Я их рассажу Этот с кабачком О Этот С кабачком Теперь Молодец Ты тоже с кабачком Этот пока пустой Этот с кабачком Этот с кабачком Этот пока пустой Вот эти Не то семена подвели Не то Жара эта Не дает всем выйти Ладно Вроде теперь все Да Вот эти помидорщи Я вам не показывала Давно Но я их и поливала Давно Они кстати И не просят Как ни странно Вот эта теплица У меня очень сильно засыхала Когда я только Пересадила То есть она прям Каждый день Помидоры вяли Мне приходилось Поливать Поливать А сейчас они Как будто Слушайте Вглубь Ушли куда-то И ничего не хотят От меня Но надо их все равно Пасынковать Это мои кстати Которые лежачие Помните Вот Вот эта вот Вся сторона До Так Ну вот До этих Вот так вот Это все лежачие Посажены были Ну запасынковались А Надо пасынки умирать Уже смотрите Какие Прям нездоровые Количество их уже Лес густой Никак не дойду До этой теплицы Ничего страшного Разберемся Может быть даже И не буду убирать Пущу в 4 ствола Сейчас как Ох Красота будет Помидор то будет Слушайте Физалис Вот единственный Здоровый Красивый Физалис у меня Здесь Остальные Из теплиц Я вообще В перце Выдрала Я не знаю Что с ним было Но он здесь Желтел Вот как будто Его кто-то бил Хотя никакой Паразита Я там не видела В этой теплице Тоже убрала Чахнет На улице Ну стоят Вроде бы ничего Но лист тоже Какой-то нездоровый А вот здесь Такой хороший лист Это Самая тенистая Теплица Получается Он тень любит Физалис Представляете Какой я вывод сделала Может и нет Не знаю Почему-то он там Себя лучше чувствует Чем все остальные Баклажаны Не пойму пока Честно сказать Ну пусть сидят Не жалко Поливать надо их Почаще конечно Так что все Я вам Экскурсию Сегодня провела Ролик посняла Хорошо Что-то у меня В беседке Опять тут балаган Немножко стулья Как попало Стоят Валяется Это бутылка Какая-то Из-под лимонада Черноголовка Короче говоря Тут свои порядки Товарищи Меня наводят Ой Все Ладно друзья В общем Буду я сейчас Вот этот коврик стирать Ну пойдет дождь Значит будет полоскать Его хорошо Ой Я потому что Уже хочу из кухни снимать Уже тоже затоптали весь Поэтому надо поскорее Перестирывать Хотя бы по коврику В день то надо Ладно Давайте я вам еще Покажу уток И я буду с вами Прощаться Потому что сегодня Стрим друзья Дед сегодня у нас Не варил Потому что Сегодня жарко Он сегодня видимо Не может Не домогает Вот И он как бы Не продвинулась Пока ничего Пока еще Будем варить Это не наши друзья 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 Ну Подросли чуть-чуть Я уже думаю Можно будет их Вот сейчас Грозы если пройдут А там будем смотреть Какая погодка Будет налаживаться И поедут они уже В утятник Потому что Тяжело за ними Тут Они так быстро Воду эту всю Перепраздывают Приходится по 3 раз На дню Наливать Полуторалитровую Баночку В общем Непорядок Сыростью уже Стало Какой-то пахнет Тут Не нравится Мне это Надо уносить Что еще Сегодня у нас На обед Было Сделала Перья Отварила С котлетками Котлеток Уже осталось 3 штучки А было Штук 20 Переели Уже все Наелись Я еще хочу Знаете Сейчас думаю Ковер постираю Пополиваю Может сегодня Успею еще Ксерокопии Поделать До стрима Ну надо И на спортивную комиссию Получается Нам ехать Надо будет Во вторник И Для поступления Потому что В четверг Уже открывается Приемная комиссия Можно подавать Заявление На поступление Будем смотреть Так-то вроде Все у нас сделано Сейчас Только осталось Ксерокопии Все сделать Все разложить По папкам И Все это дело Ехать в город Короче по делам По этим Следующей неделе Или Ну не знаю Насчет поступления Как там Посмотрим Сложится Может быть Через неделю Еще как Результаты Пока результаты По ЭГЭ Не придут Не надо Но это понятно Потому что Надо же им Говорить Какие результаты ЭГЭ Они правда И по базе Как-то смотрят Но лучше иметь Уже эти результаты Не на обум Чтобы доехать Вот так Вот так Ой Суетные Ой Суетные Все до единого На меня смотрят Такие Смотрите Эти глазки То все Нацелены Чего это Говорит У тебя там Ладно Друзья Все В общем-то Я вам Все Сегодня Рассказала Фима Сегодня Уже Покупался В бассейне На Я сейчас Пойду Работать Сколько Успею Чего Поработаю Так И все Вот Такие Дела Ну хорошо Что солнце ушло Хоть даст работу Сейчас Давайте До завтра Ой До завтра Говорю До стрима Во-первых До стрима Я прощаюсь Я все-таки Вас всех ожидаю Я понимаю Что огороду Но все-таки Отдохните Сегодня 8 по Москве На ютубе Я вас жду Вот Как и всегда Как каждую Субботу Кто знает У нас На канале Родики Русские И на делах Известных Вот Все Давайте До стрима Ну кто не сможет Уж Ну до завтра Пока Пока Пока